Вы задумывались когда-нибудь, какая часть вашей жизни на самом деле принадлежит вам? Какую часть вашей жизни вы действительно живете, наслаждаясь в полном объеме? Живете вы или просто существуете? Средняя продолжительность жизни на планете Земля около 79 лет. Если вы живете в Монако, это ближе к 90 годам. Если вы живете в республике Чад, вам повезет, если доживете до 50 лет. В России средняя продолжительность жизни у женщин 77 лет, у мужчин 66,5. В Канаде 82 года и в США последние годы из-за большого количества самоубийств среди молодежи, а теперь и в связи с ситуацией с коронавирусом, средняя продолжительность жизни упала до 79 лет. Так или иначе, давайте возьмем средний показатель продолжительности жизни на Земле за 79 лет. Эта цифра совсем не означает, что все эти 79 лет ваши принадлежат вам и вы можете ими распоряжаться по своему усмотрению. У нас есть обязанности и элементарные вещи, которые мы не можем игнорировать. К примеру, наше тело. Если предположить, что вы спите 8 часов в сутки, в среднем около третьей вашей жизни или 26 лет вы тратите на сон. Отнимаем это время и у нас получается уже 53 года. Но и это еще не все. Если смотрите это видео, есть большая вероятность того, что вы собираетесь или уже ходили в школу. В Соединенных Штатах, к примеру, или в Канаде вы ходите в школу как минимум 12 лет. По 8 часов в день, 5 дней в неделю, в течение 36 недель в году. Это начальное и среднее образование. И составляет оно около 17 тысяч 280 часов. И это только проведенных внутри здания школы. Прибавьте к этому домашние задания и внешкольные мероприятия, среди прочего. И мы получаем примерно около 22 тысяч до 25 тысяч часов или около трех лет нашей жизни. Если после этого мы идем в колледж или университет, смело можно отнять 5 лет. От 53 отнимаем 5, у нас остается 48 лет. Что ж, все эти годы обучения и деньги, которые мы потратили на образование, нужно правильно использовать. Скорее всего, мы попытаемся устроиться на работу по специальности. Логично предположить, что мы будем работать полный рабочий день и 40 часов в неделю, если не больше. Допустим, на работе нам положено 2 недели отпуска в год. В среднем человек работает от 40 до 50 лет в течение жизни. Давайте возьмем средний показатель 45 лет. За всю жизнь мы проводим на работе около 90 тысяч часов или около 10 лет нашей жизни. У нас остается 38 лет. Далее, в зависимости от того, где мы живем, время, которое мы тратим, чтобы добраться на работу и с работы домой, будет разным. Мы можем ездить на работу на своей машине самостоятельно. Мы можем ходить пешком, можем добираться на такси, общественным транспортом, метро, автобус. Независимо от того, как мы добираемся до работы. В среднем это занимает около полутора часов в день. Если все это время сложить за всю нашу карьеру, это составит 17 520 часов или около двух лет нашей жизни. Остается 36 лет. Вся эта работа и учеба – это трата калорий, которые нужно восполнять. У нас возникает чувство голода, растет аппетит. Очевидно, приходится тратить некоторое время на прием пищи. В среднем у нас уходит около 70 минут в день. Это просто, чтобы выжить, не умереть с голодом. За свои 79 лет мы тратим около 32 тысяч часов, чтобы просто поесть. Или около четырех лет нашей жизни. Остается 32 года. Что ж, после принятия пищи, завтраков, обедов, ужинов, необходимо помыть посуду. Кроме этого, есть всегда какие-то мелкие дела по дому – уборка, стирка и так далее. В среднем мы тратим на это около одного часа в день, что составляет почти 29 тысяч часов в течение всей нашей жизни. Или примерно три года. Остается 29 лет. В итоге, вся эта еда и вода должны покинуть наше тело. Так или иначе, мы проводим около трех месяцев в своей жизни, извиняюсь, просто сидя на унитазе в туалете. Опять же, это средний показатель. Далее, мы умеем тратить, убивать время впустую, неэффективно, и делаем это очень хорошо. В течение всей нашей жизни мы около 115 тысяч часов проводим на телефоне. Или около 13 лет. Не считая того, что мы смотрим телевизор, сидим за компьютером, играем в компьютерные игры, интернет и так далее. У нас остается 16 лет. Предположим, что мы можем себе позволить выйти на пенсию в среднем 62 года и остаток своей жизни провести беззаботно. Но это при условии, если мы еще можем нормально функционировать. Более 50% пенсионеров старше 65 лет имеют какую-либо инвалидность. У 15% этих людей есть полный букет болезней и недугов. И что, если мы относимся к этой категории людей? Мы безвылазно будем сидеть на приемах у доктора или не выходить из госпиталей. Поэтому эти последние 16 лет свободы, эти последние 16 лет нашей жизни, что у нас остается перед тем, как уйти в мир иной, не такими они еще могут показаться и беззаботными, с постоянными проблемами со здоровьем. Еще не факт, что мы их проживем с удовольствием. Как говорится, бабка на двое гадала. То ли дождик, то ли снег, то ли будет, то ли нет. Итак, в целом у нас получается, остается один год из наших 79 лет жизни, чтобы действительно и по-настоящему делать то, что мы хотим делать. Но это как раз то время, когда мы начинаем терять дорогих и близких, очень важных в нашей жизни нам людей. К примеру, пока мы молоды учимся в школе в возрасте от 1 до 18 лет, мы, скорее всего, проводим почти каждый день в присутствии своих родителей дома. Если предположить, что нашим родителям за 40, получается, что у нас остается около 30 лет участия в их жизни. Мы сами вступаем во взрослую жизнь, детство закончилось, мы покидаем отчий дом, мы начинаем жить своей жизнью, у нас появляются работы, обязанности, всевозможные отношения с другими людьми, своя семья, наконец. Другие важные дела в жизни приобретают приоритет в конечном итоге. А если мы уезжаем из родного города, наши родители видят нас только во время праздников и особых случаях, может быть, 10 дней в году. Итого, так как нашим родителям остается жить 30 лет, и видеть мы их будем только 10 дней в году, то и получается, 300 дней остается для тех людей, которые привели нас в этот мир. Раньше, когда мы были детьми, мы видели своих родителей почти каждый божий день. Мы уже отдали им, провели с ними 95% своего времени, которое когда-либо отдадим с родителями в первые 18 лет нашей жизни. И теперь у нас остается всего лишь 5% на всю оставшуюся жизнь. А в конце дня, когда мы уставшие возвращаемся домой, есть только одна вещь, которая имеет значение. Это наше собственное ощущение жизни. Счастливы мы или нет? Присутствует ли наша удовлетворенность самим собой и нашей жизнью? И многие люди не понимают, что в этой машиной возне, погоне за деньгами и славой, они с кожи вон лезут, чтобы добиться успеха, цели, тратя здоровье, неимоверные усилия на работе, которые они ненавидят в течение 40 лет. Просто чтобы заработать эти дополнительные 30 тысяч долларов в год, чтобы они могли позволить себе машину, как у соседа, на которой они будут ездить в основном только на работу и с работы. Это временное удовольствие. Что в принципе тоже не есть плохо. Но это не есть настоящее счастье. Мы идем учиться на врача только потому, что наши родители хотят этого. Но не потому, что мы этого хотим. Я не против, чтобы каждый человек, кто смотрит это видео сейчас, был бы безумно богатым и знаменитым. Чтобы наконец понять, что не это главное, а то, чтобы получать удовольствие от того, что мы делаем, пока мы это делаем, пока у нас есть возможность это делать, пока мы еще способны дышать. 45 лет стажа, 45 лет работы, конечно, трудное испытание, если работа не в радость. Но что, если вы все-таки легко просыпаетесь каждый день, чтобы пойти на работу? Что, если ваша работа вам в удовольствие и в охотку? Да, жизнь непредсказуемая, и порой ставит препятствия и преграды. И каждый день мы планируем следующий. То, что мы будем делать завтра, вместо того, чтобы просто принимать день таким, какой он есть на самом деле. Конечно же, мы должны есть. Но что, если бы мы время за трапезой проводили бы вместе с друзьями или с семьей, или с людьми, которые делают нашу жизнь ярче, лучше, интереснее? Те же самые поездки на работу и домой часто могут быть долгими и утомительными. Мы могли бы это время в дороге проводить вместе с коллегами по работе или друзьями. 13 лет нашей жизни, которые мы проводим на телефоне, могут показаться бесполезными. Можно было бы потратить это время на создание бизнеса, о котором мы всегда мечтали, или на создание бренда, который мы всегда хотели создать. Скажем, канал на YouTube, чтобы делиться с людьми разными идеями. Если мы заботимся о себе, о своем здоровье и регулярно занимаемся спортом и правильно питаемся, наши шансы быть здоровыми в дальнейшей жизни гораздо выше. И у нас будет больше свободного времени, чтобы заниматься тем, чем мы действительно хотим. Что бы то ни было, какое-нибудь дело, увлечение или отношение с другими людьми. Не важно, чего мы хотим или что мы делаем, время не останавливается ни для кого. Время – это единственное, что мы никогда не сможем вернуть. Если мы потеряли много денег, мы потеряли деньги. Всегда можно попытаться заработать. Но если мы потеряли время, мы потеряли часть нашей жизни, которую уже никогда не вернешь. Сколько времени и усилий мы тратим на нелюбимые занятия и задачи, от которых нас тошнит. И что еще более важно, этому не видно конца и края. Жизнь – это постоянный выбор. И каждый выбор, который вы когда-либо делали, подвел вас именно к этому моменту, когда вы смотрите это видео. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Учитывая, что у нас есть всего лишь одна жизнь, по крайней мере на этой планете, почему бы не прислушаться к себе и не понять, чего собственно мы хотим и что сделает нас счастливыми? Почему бы не начать принимать свои собственные решения во имя собственного же блага и удовольствия и начать жить своей жизнью без оглядки на других? Может, стоит наконец прекратить париться по поводу того, что нас думают соседи, друзья, знакомые, коллеги? У нас так много препятствий в жизни и проблем, и они не столько в деньгах, они связаны больше со временем. Нас всегда заботит мнение о нас других людей. Кстати, 90% людей несчастливы потому, что они ценят чужое мнение больше, чем свое собственное мнение. А когда мы становимся старше, и мы не можем уже сделать, реализовать, осуществить то, что мы хотели бы сделать, когда мы были моложе, нам остается только сожалеть. Эти сожаления по поводу упущенных возможностей переносятся намного тяжелее любых других жизненных ошибок и кризисов, скажем, в отношениях, расставаниях с людьми и так далее. Совсем не обязательно в жизни страдать и сожалеть обо всем. Не нужно пытаться подражать кому-то либо, кого мы видим в инстаграме, на ютюбе, на других платформах. Нужно просто жить в своем собственном удовольствии, в своих собственных интересах, вместо того, чтобы просто наблюдать за жизнью других людей и жить пассивно. Нужно, наконец, начать думать о том, как мы распоряжаемся своим временем. Означает ли это, что мы должны бросить школу завтра? Конечно же, нет. Означает ли это, что мы должны позвонить своему Божу и сказать, что мы увольняемся? Конечно же, нет. Но это означает, что мы должны понять и действительно решить, чего мы хотим в жизни и направить себя и свою энергию в правильное русло. Результаты не будут видны сразу, это не произойдет в одночасье. Тогда бы не было бы приключений по пути к достижению наших целей. Как бы ни странно это ни звучало, наши 79 лет жизни – это очень мало. Конечно, технически это самая длинная дистанция, которую нам когда-либо приходилось преодолевать. Но нашей Вселенной 14 миллиардов лет, почти 14 миллиардов лет. Если бы история всей нашей Вселенной была бы сжата до 24 часов, мир, каким мы его знаем, с автомобилями, с самолетами, с цивилизацией, какой мы ее знаем, возникли бы только в самую последнюю секунду. Откажитесь от всего негативного в вашей жизни. И когда вы действительно сможете осознать, что единственное мнение, которое имеет значение – это ваше собственное мнение, жизнь может пойти на поправку. На этом все. Позволю себе скопировать Михалкова с его бисогоном, где он не устает упоминать Мишмана Криворучка. Уходим по одному, если что, магиологи. Пока. Удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok